У него высокая должность, небольшая зарплата, пятеро детей, третья жена, олимпийская чемпионка, успешный бизнес-вумен, который приносит деньги в семью. Он без капли стыда заводил новые романы на стороне и бросал своих супруг. Однако надо отдать должное нашему герою, все его дети родились в законном браке и всем он помогает до сих пор. Недавно его старший сын, правда, попал в скандал из-за мобилизации и наш герой нелепо оправдывался за эксклюзивные швейцарские часы, стоимость которых превышает 4 его годовые зарплаты. Сейчас он женился на любовнице, которую скрывал от всех два года. Наш герой снова нашел свое счастье с олимпийской чемпионкой, которая сначала родила ему дочь и только через год после появления девочки он сковал себя узами брака с легендарной спортсменкой. Как сложилась судьба Дмитрия Пескова и кто были эти его влиятельные жены, которых он с легкостью предавал, заводя романы на стороне. Он родился в Москве в семье студентов. Отец Сергей Песков стал впоследствии видным дипломатом, поэтому маленькому Диме приходилось часто менять школу. Семья жила и в Египте, и в Ливии, и даже в Арабских Эмиратах, а Песков младший получал образование как на родине, как и за границей. Когда пришло время выбирать профессию, Дмитрий без раздумий отправился подавать документы в Институт стран Азии и Африки при МГУ. Еще будучи студентом, наш герой был призван в армию, ведь в то время отсрочки не было. Однако Дмитрий заболел воспалением легких и был освобожден от прохождения срочной службы. Пошел Дмитрий не только по стопам родителя, став дипломатом, но и став папой также, достаточно рано. Впервые наш герой стал отцом, когда ему было 23 года. Его супруга Анастасия, внучка полководца Семена Буденова, родила сына, которого назвали Николаем. Он уже давно вырос, и в настоящее время ему уже за 30 лет. Но молодой человек никогда не работал, а всегда вел богемный образ жизни. Недавно с ним произошел скандал, когда он отказался явиться в военкомат. Телефонные шутники-хулиганы позвонили Николаю и представились, что звонят из военкомата. Но Коля, поверив во всю серьезность ситуации, ответил, что он гражданин Песков. И этот вопрос с его мобилизацией будет решаться на другом уровне. Что имел в виду молодой человек, непонятно. Тем более, что Дмитрий Песков, оправдывая сына, сказал, что фразы, Распространившие в интернете пранкеры, вырезали из общего контекста. А Николай ничего подобного даже не произносил. Ведь всегда готов стоять за родину до конца, как любой патриот нашей страны. Но вернемся чуть назад. Когда маленький Коля только-только родился, наш герой влюбился в юную красавицу. Екатерине Солоценской было в тот момент только 14. Она была дочерью дипломата и жила с родителями в Ангаре. И именно с этой судьбоносной для него встречи карьера Пескова пошла в гору. Страсть буквально охватила влюбленных. И как только Солоценская достигла совершеннолетия, Песков быстро развелся и взял девушку в жену. А сыну Кореньке в тот момент было только 4 года. На самом деле перед Катериной тогда стоял непростой выбор. Остаться учиться в мусульманской стране или улететь с родителями в Москву, так как у них закончилась командировка. Катя выбрала иной вариант. Она вышла замуж за Дмитрия Пескова и отправилась с ним в Россию. Муж много работал, строил карьеру, а она занималась семьей и детьми. У них родились трое детей, но когда младшему из них едва исполнилось 2 года, его отец завел роман на стороне. На этот раз его глаз пал на молодую и красивую олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. Они познакомились на светском вечере, и, как признается Татьяна, она не сразу узнала в усатом привлекательном мужчине пресс-секретаря президента России. А тот, в свою очередь, рассказывает, что не признал в красавице олимпийскую чемпионку. Ну, оставим эти романтические моменты, пусть они станут красивой историей этой семьи. Свои отношения Навка и Песков держали в тайне целых два года, пока доброжелатели не открыли глаза законной супруги нашего героя. Обманутая Солоцинская сразу же подала на развод, однако Песков на коленях стоял, умоляя ее этого не делать. Ведь за свое предательство он тяжело бы расплатился, потеряв, во-первых, поддержку влиятельной семьи жены, а, во-вторых, уважение в обществе. Он не хотел разводиться, ведь его все устраивало, он жил на две семьи. Но Екатерина Солоцинская не смогла простить благоверного. Она забрала детей и приехала жить во Францию, где у нее теперь есть роскошная квартира и туристический бизнес. Их дочь Лиза Пескова до сих пор курсирует между двумя странами. А их старший сын Михаил с 11 лет жил с отцом и его новой семьей в Москве, пока ему не исполнилось 19. Только тогда он переехал в свою собственную недвижимость, оставив дом родителя и мачехи. Старшей дочери Елизавете Песковой сейчас 25, и она работает в фонде русско-французских инициатив, живет на две страны и дружит с младшей сестрой Надей Песковой, дочерью ее папы от Татьяны Навки. Маленькой Лизе было только 12, когда ее отец увлекся олимпийской чемпионкой. Он не собирался бросать свою семью ради Татьяны Навки, однако именно Солоцинская настояла на разводе. Дети остались жить с мамой, а у Пескова родилась дочь Надежда от красавицы-спортсменки, отношения с которой он официально оформил только через один год после появления девочки на свет. Сейчас Солоцинская живет в Париже, некоторое время даже работала косметологом, а теперь у нее своя туристическая фирма. Екатерина владелец роскошной квартиры почти за 2 миллиона евро, которая оформлена на фирму, принадлежащую ей и ее дочери Елизавете. Ходят даже слухи, что бывший муж купил ей эту элитную недвижимость в качестве отступных, чтобы она не поднимала скандал в прессе. Ведь практически вся сумма была внесена наличными деньгами, но за декларированный доход в 12 миллионов рублей в год не позволял в тот момент Дмитрию Пескову делать такие дорогостоящие подарки. А вот третьей супругой пресс-секретаря России стала Татьяна Навк. Имя этой легендарной спортсменки знакомо каждому жителю нашей планеты. Она – олимпийская чемпионка, которая хоть и родилась в Украине, в Днепропетровске, но на протяжении практически всей своей карьеры представляла Россию. Однако, прежде чем стать невероятно успешной, Татьяне пришлось пройти через множество трудностей. Старшая ее дочь родилась от тренера в Америке, а младшая – вне брака, ценой разрушенной семьи. Ее первым супругом стал любвеобильный Александр Жулин, которого она увела от жены и даже от любовницы. Но он изменил ей Татьяна, простив, стала отдаляться от мужа. Она с Жулиной много лет прожила в Америке, приобрела там элитное жилье, но в какой-то момент Татьяна решила изменить свою жизнь на 180 градусов. Она приняла приглашение участвовать в шоу на льду в Москве, и с тех пор Навка и Жулин стали жить в России. Однако вскоре последовал развод, а многочисленные интрижки Навки с партнерами по передаче постоянно мелькали в прессе. Но это только домыслы СМИ, ведь они еще сильнее подогревают интерес к увлекательной шоу в программе «Ледниковый период». А Татьяна Навка и Дмитрий Песков никуда не спешили. Навка подарила возлюбленному эксклюзивные швейцарские часы стоимостью превышающей 4 годовые зарплаты Дмитрия Пескова на день рождения дочери. А он ей цветы. И только через год их любовь была официально оформлена. Свадьба была настолько роскошной, что они и до сих пор говорят. Они сняли самый дорогой отель в Сочи, а затем все семейство Дмитрия Пескова собралось на яхте и отправилось в тур по Средиземному морю, близ берегов Турции. Все пятеро детей Дмитрия Пескова очень дружны между собой. Семья часто собирается в полном составе и старается практически каждые праздники проводить вместе, очищая душу и тело в бане. Вот такая у них традиция.